Всем привет! С вами Регина и вы на канале Вегмир. Ранее я делилась рецептом салата щетка, который прекрасно чистит кишечник механическим способом. Ссылка на рецепт в подсказках. Сегодня мы продолжим тему очищения кишечника, потому что важность этого процесса невозможно переоценить. Здоровый кишечник – здоровое тело. Самым известным способом очищения кишечника является клизма, но она очищает только толстый кишечник. Однако нужно не забывать и о тонком кишечнике, ведь в нем происходит самое главное – всасывание питательных веществ из пищи. И если тонкий кишечник чистый, то процесс усвоения пищи происходит наиболее полноценно. В природе есть все необходимое для здоровья человека. Также существуют растения, которые естественным образом стимулируют кристальтику всего кишечника. То есть с их помощью можно почистить и тонкий, и толстый кишечник. Сегодня мы рассмотрим рецепт средства на основе одного из таких растений. Для приготовления средства для очищения кишечника нам нужны следующие ингредиенты. Изюм – 100 грамм, чернослив – 100 грамм, курага – 100 грамм, жидкий мед, у меня в этот раз гречишный – тоже 100 грамм, и трава сенна – 30 грамм. Обратите внимание на сухофрукты. Можно увидеть, что они неровные, покрыты пятнышками, и это хорошо. Это означает, что сухофрукты не подвергались дополнительной обработке, а сушились естественным образом. Такие сухофрукты наиболее полезны. Для процесса приготовления нам понадобится блендер. Если такого оборудования нет, то сухофрукты можно мелко нарезать ножом. Это займёт больше времени и получится не так качественно, как в блендере, но, тем не менее, это неплохой выход из ситуации. А я возвращаюсь к своему помощнику и закладываю сухофрукты в чашу блендера. Закрываем крышкой и начинаем измельчать. В моём блендере есть функция импульсного измельчения, и для сухофруктов она подходит больше всего. Если смесь прилипнет к чаше блендера, то её нужно будет снять лопаткой и повторить процесс измельчения. Смесь из сухофруктов готова, она получилась достаточно однородной. Перекладываем её в глубокую тарелку или миску. В отдельной тарелке перемешиваем сенну и мёд. Теперь смешиваем обе массы. Готовое средство для очищения кишечника перекладываем в пол-литровую банку, закрываем крышкой и убираем в холодильник. Наш рецепт готов. Теперь я расскажу о том, как принимать средства для очищения кишечника. Курс приёма составляет 10-14 дней. Точная длительность зависит от того, насколько сильно зашлакован организм и, в частности, кишечник. Принимать его лучше перед сном, спустя 3 часа, как минимум после ужина. За один приём нужно съесть 2 чайные ложки. Они получаются с небольшой горкой за счёт консистенции смеси. Запивать не стоит, но если есть такая необходимость, можно сделать 2-3 небольших глотка питьевой воды. Начинать приём средства лучше перед выходными днями. Если, к примеру, в субботу и воскресенье вам не нужно на работу или отлучаться куда-то из дома, то принять средство можно в пятницу вечером, перед сном. Если ранее вы не практиковали очищение кишечника, то этот процесс может быть достаточно активным. И поэтому в первые дни после приёма средства вы можете быть очень заняты. Да, туалет придётся навещать часто. Первые двое суток кишечник чистится наиболее активно, затем основная часть шлаков выйдет и процесс очищения станет более размеренным. Повторять данный курс очищения можно один раз в 4-6 месяцев. Друзья, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки видео и пишите комментарии. Лайки очень сильно помогают в развитии канала. Также подписывайтесь на наш телеграм-канал, в котором мы уведомляем вас о новых видео, статьях, новостях и делимся прочей полезной информацией. Все ссылки смотрите в описании. Приятного очищения и доброго вам здравия!